привет меня зовут евгений голосюк и сегодня я хотел с вами поговорить про такое явление в обществе как пенсия вот что такое пенсия почему пенсию получают и должно ли государство заботиться о том поколении которое уже не трудоспособна давайте разберемся что такое все-таки пенсия и почему мы ее получаем ну конечно не все но большинство или меньшинство разберемся и так в современном мире люди живущие в экономически развитых странах как-то привыкли что по достижению некоторого возраста они могут перестать работать и в дальнейшем жить на пенсию если посмотреть на это явление несколько под другим углом можно сказать что жизнь на пенсию означает для трудящегося человека свободу от необходимости продавать свой труд или рабочую силу акционерному обществу или государству чтобы обеспечить себе возможность для получения средств на жизнь человеку нет необходимости тратить большую часть своего времени на работу это позволяет ему больше времени быть вместе с близкими ему людьми проводить его так как ему это нравится путешествую читая занимаясь разнообразными любимыми занятиями и это прекрасно исторически такое явление как выход на пенсию возникло в америке благодаря ною вебстеру он более известен тем что создал первый американский словарь в 1785 году он совершил поездку продолжительностью в год по 13 новым штатам и убедил ключевых законодателей легализовать выплату процентов за пользование деньгами по крайней мере на севере страны раньше это законодательно запрещалось этот шаг привел к тому что люди начали экономить и понесли свои твердые обеспеченные золотом и серебром деньги сберегательные банки где им выплачивали за это пять процентов годовых реальных денег если вам будут выплачивать по пять процентов годовых в течение сорока девяти лет пока вы трудитесь ну допустим с 16 до 65 лет то сбережение за этот период увеличится в четыре раза такой четырехкратный прирост означает то что простой среднестатистический человек вполне может накопить достаточно средств чтобы спокойно выйти на пенсию и не работать на склоне своих лет широкое распространение этого явления в америке и англии получила в начале 19 века все то время пока население осуществляло сбережение своих денежных средств их деньги активно использовались банки предоставляли кредиты предпринимателям которые на кредитные деньги покупали или производили машины и оборудование она в свою очередь осуществляла повышение производительности труда среднего рабочего некоторые виды машин были очень мощными и производительность труда выросла от 50 до 100 раз получилось что вкладчик вносил свою лепту стократное повышение производительности труда и рост совокупного богатства всего общества четырехкратная выплата за внесенную им в этот процесс долю была достаточно скромной компенсации таким образом потребление вышедших на пенсию людей обеспечивалась новыми более молодыми трудящимися они были способны производить так много благодаря новым более совершенными производительным машинам и технологиям а их создание в свою очередь становилось возможным благодаря сбережениям и накоплениям выходящего на пенсию населения общество может стать богаче лишь тогда когда создает богатство ярким примером может служить американская автомобильная промышленность что сделала ее великой в свое время это пришествие генри форда идея о том как сделать хороший автомобиль недорогим каждый автомобиль сходивший с конвейеров форда представлял собой повышение благосостояния всего общества потому что машина которая раньше стоила 2000 долларов стоило теперь всего 400 в таком механизме государство в общем-то было и не особо нужно все вполне успешно работала и без него экономика и ее законы все регулировали сами без вмешательства третьих лиц но такая ситуация совершенно неприемлема с точки зрения государства правительства и прочих властных структур так как согласитесь это же не порядок когда есть народ у которого накапливается по меньшей мере деньги а власть в лице правительства и прочих народных избранников ничего от этого не получают это же невыносимо и для тех и для других такого просто нельзя допустить поэтому была придумана схема как можно заставить население причем вполне добровольно отдать часть заработанного им дохода государству чтобы оно могло потратить эти собранные средства на свои собственные нужды такая схема но уже с пенсии которую будет выплачивать государство было предложено лишь во второй половине 19 века от афон бисмарком канцлеру в тот момент позарез нужны были деньги на оснащение армии и он предложил чрезвычайно изящное решение этой проблемы бисмарк объявил что государство приняло решение позаботиться о престарелых гражданах и готова выплачивать им государственную пенсию которая будет практически равна их доходу за тот период пока они трудятся но за это все трудящиеся будут отчислять несколько процентов какие-то гроши от их текущей заработной платы государству действительно люди у которых наступал пенсионный возраст получали отличную пенсию и были живым примером для всех остальных схема действительно выглядит его привлекательно и работающее население было согласно отдавать часть своей заработной платы чтобы получить пенсию по достижению пенсионного возраста чего не знало население но прекрасно знал бисмарк это средний возраст до которого доживало население германии в тот период он был ниже пенсионного возраста всего на каких-то 12 лет вот и получается что были единицы которым платили большие пенсии и подтверждавшие заботу государства о населении была основная масса населения платившие пенсионные взносы и не доживало до пенсии и бисмарк который получил необходимые деньги для армии хотя и обобрал в очередной раз население поэтому когда государство вдруг начинает проявлять какую-то необыкновенную заботу о населении то это значит к сожалению лишь одно будет сделана очередная попытка обворовать скажем мягче перераспределить собственность в пользу отдельных совершенно конкретных физических лиц которые наверняка знают лучше остальных куда потратить собранные с народа деньги здесь пожалуй можно сделать еще одно небольшое отступление и немного поговорить о демографии и ее проблема конечно это большая тема для профессионалов которые занимаются вопросами народа населения и наверняка им есть что сказать по этому вопросу я же отмечу всего лишь одну небольшую деталь которая может привлечь наше внимание с чисто экономической точки зрения и так если рассматривать периоды до и после того как люди получили возможность не работать в более преклонному возрасте выходя на пенсию то бросаются глаза один достаточно интересный момент в период когда люди были вынуждены трудиться до самой своей смерти семьи были большими затем с появлением возможности ухода на пенсию они стали постепенно сокращаться это происходило не скачком но тем не менее это достаточно ярко проявляется на примерах 19 и 20 веков конечно профессионалы в области демографии могут сказать что необходимость больших семьях была связана с высоким уровнем смертности особенно детской уровнем благосостояния или чем-то подобным возможно однако поскольку мы смотрим на данную проблему исключительно с позиции денег то представляется более вероятным и приоритетным несколько иной аспект данной проблемы поскольку пенсии не было то с наступлением старости вопрос содержания престарелых родителей целиком и полностью ложилась на их детей если у родителей был лишь один сын или дочь то им приходилось трудиться для того чтобы содержать дополнительно еще двух стариков помимо своей собственной семьи это было довольно тяжело особенно если была только дочь женщины тогда не работали поэтому родители со сравнительно невысоким уровнем дохода были экономически заинтересованы чтобы у них было во-первых несколько детей и во-вторых чтобы это были работники то есть мальчики со временем большие семьи в которых было несколько работников было экономической гораздо легче содержать двоих стариков если же доход семьи был достаточен для обеспечения жизни в старости то семьи сразу же становились существенно меньше из примеров уже нашего времени это довольно ярко проявляется в китае длительное время пока там полностью отсутствовала система пенсионного обеспечения китай характеризовался высоким уровнем рождаемости правительству даже приходилось принимать всякие законопроекты инициативы по ограничению рождаемости можно с большей долей уверенности предположить что при введении системы пенсионного обеспечения темпы рождаемости начнут падать а по мере охвата всего населения китая система пенсионного обеспечения закон об ограничении рождаемости могут быть отменены правительством за их ненадобностью ограничение будет происходить естественным путем за счет экономических мер но вернемся к германии в дальнейшем схема канцлера государственной пенсии получил развитие и новое наполнение так как в таких вопросах государства никогда не останавливается на достигнутом со временем власти увидели что население постепенно привыкла к выплатам пенсий и становилась таким образом дополнительно зависимым от государства с точки зрения властей это было вполне позитивным явлением поскольку уменьшала степень свободы отдельных людей от государства и делала их более подконтрольным помимо этого в 1971 году в соединенных штатах америки произошло еще одно знаковое событие америка объявила дефолт по своим золотым обязательствам прекратила конвертировать свои доллары в золото и перешла на полностью бумажные деньги это повлекло за собой сразу целый ряд негативных для всего населения последствий во-первых прекратился рост реальной заработной платы трудящихся он продолжался еще по инерции но с 1972 года стал неуклонно снижаться до минимальном выражении заработная плата вроде бы росла количество бумажных денег получаемых работниками увеличилось но их покупательская способность неуклонно падал ее падение шло быстрее чем рост бумажной заработной платы в итоге происходило снижение уровня благосостояния населения и богатство страны в целом во вторых произошла переориентация использования денежных средств из тех отраслей которых существенно повышалась производительность труда в отрасли производящие услуги и увеличивающие потребление справедливости ради следует отметить что постепенный процесс изъятия сбережения у населения соединенных штатов америки началось еще во время президента рузвельта когда он в 1933 году отказался от золотого стандарта внутри страны и перешел к системе бумажных денег начиная с этого дня реальная процентная ставка по безрисковыми инвестициями сша стала равна нулю современная номинальная ставка равна нулю процентов а реальная ставка стала отрицательной за счет инфляции правильно граждане должны доплачивать за право иметь у себя доллары как результат американцев значительной степени перестали экономить и сберегать для поддержания определенного уровня жизни населения соединенных штатов америки постепенно изменяла свой образ жизни в пятидесятые шестидесятые годы двадцатого века когда в обращении были твердые деньги в семье обычно работал только мужчина поскольку его доходов вполне хватало на содержание семьи на существующей в стране среднем уровне жизни но уже в семидесятых с окончанием перехода на бумажные и ничем не обеспеченные деньги все больше начинают работать и женщины уровень реальных доходов постепенно падает и чтобы поддержать его женщинам все большей степени приходится заниматься не только домом и семьей а сколько зарабатываем денег несмотря на то что уровень оплаты их труда был обычно ниже чем у мужчин именно в этот период начинает происходить постепенный сдвиг в сознании если до этого времени у замужней женщины была свобода и право выбора работать или нет то в этот период начинается складываться условия когда вопрос работы все больше становится сугубо необходимостью и вынужденной меры и хотя средствами массовой информации это явление рекламируется как возможность женщины получить большую свободу своих действиях по сути это лишь красивая рекламная обертка гораздо более серьезных изменений в образе жизни людей таких переменах заинтересовано правительство поскольку работающие женщины увеличивают количество налогоплательщиков что в свою очередь увеличивает количество собираемых налогов и также крайне позитивно сказывается на благосостояние властей правительство и приближенным к ним лиц и компании в 80-е годы 20 века женщины уже трудятся на равне с мужчинами но поскольку реальные доходы продолжают сокращаться то и те и другие уже наряду с основной работой зачастую вынуждены искать и дополнительную работу лишь бы получить возможность заработать дополнительные средства параллельно с этим власти временно поощряют население своей страны потреблять и как можно больше реклама телевидение и кинематограф продают населению красивый образ жизни как бы невольно подталкивая их к дальнейшему увеличению своих расходов изо всех сил рекламируется общество потребления но остается одна мелкая проблема денег заработанных населением на эти расходы уже не хватает и постепенно расходуются все те накопления которые были сделаны раньше когда эти средства оказываются полностью исчерпанными правительство с близкими им банками делает очередной шаг она предлагает населению возможность дешевых кредитов покупай сейчас а заплачешь потом проценты ну да там есть какие-то смешные проценты но ведь это не сейчас а гораздо позже покупай что тебе хочется сейчас и не обращай внимание на всякие мелочи таким образом 80 и 90 и годы 20 и начало 21 века фактически полностью израсходовали какие-либо еще существующие сбережения обычных американцев и превратили их в рабов кредита ну или по крайней мере в крепостных возможность американцев выйти на пенсию как это было возможно во второй половине 19 века или первой половине 20 века оказалась практически полностью утрачены однако желание не работать в преклонном возрасте осталось поэтому если нет возможности получить пять процентов на свои сбережения то возник вопрос что можно сделать чтобы получить возможность выйти на пенсию слишком многие американцы решили что ответом является рынок акций однако рынок акций никогда не был безрисковым вариантом вложения это своего рода казино в девятнадцатом веке никто даже и не задумывался бы о том чтобы обеспечить себя выходом на пенсию с помощью фондового рынка во времена чарльза доу индекс долл джонса колебался туда-сюда между значениями 50 и 100 пунктов какие-то долгосрочные тренды отсутствовали в наше время рост акций со значением индекса 800 в 1982 году до 14 тысяч 2007 году был вызван тремя факторами происходило перераспределение благосостояния от трудящихся к работодателям так как рост заработной платы отставал от роста цен происходило перераспределение благосостояния от вкладчиков и пенсионеров к должникам вновь крупным корпорациям за счет неуклона снижающихся процентных ставок акциям давали более высокую оценку стоимости по сравнению с потребительскими товарами вновь из-за снижающихся процентных ставок казалось что рынок акций будет расти все время а раз так то совершенно спокойно можно занять немного денег в банке вложить их в ценные бумаги а затем когда бумаги вырастут продать их вернуть кредит вместе с процентами и остаться в достаточном плюсе для выхода на пенсию однако несмотря на разнообразные ухищрения общество в целом не сможет стать богаче если одни воруют у других или происходит перекладывание одного и того же богатства из одного кармана в другой какие-то конкретные физические лица несомненно но не общество в целом а поскольку фондовый рынок не производит реального богатства то все выигрыши отдельных игроков являются не более чем перераспределением уже существующего богатства поэтому идея заработать себе на выход на пенсию с помощью фондового рынка выглядит при чуть чуть более глубокой оценки не особенно разумный рынок акций представляет из себя группу людей которые спекулируют друг против друга кто-то может выиграть кто-то проиграть но в целом в лучшем случае все останутся при своих если конечно нет откровенных манипуляций на рынке что иногда встречается а выйти на пенсию оставшись просто при своих не получится часто встречается мнение которое последние лет 30 20 века усиленно рекламировали разные брокерские компании и иные структуры занимающиеся операциями на фондовом рынке что в долгосрочной перспективе акции всегда вырастут это мнение не вполне корректно поскольку правильнее было бы предположить что акции будут расти ровно столько времени сколько будет увеличиваться количество бумажных денег а вот вопрос будет ли количество бумажных денег расти или уменьшаться это чисто политическое решение федерального резерва соединенных штатов америки или центральных банков иной страны помимо этого влияния на рынок акции могут оказать иные события в мировой экономике разразившись а на рынке низкокачественной ипотеки кризис быстро перекинулся и на фондовый рынок обрушив рынок акции и фактически сведя на нет возможность для миллионов рядовых держателей акций пенсионеров и потенциальных пенсионеров выйти на пенсию с помощью реализации имеющихся у них ценных бумаг происходящие локальные события типа временного роста стоимости акций не влияют на более глубокую суть экономических процессов временный рост цен на акцию позволяет крупным банкам участвовать в манипуляции на финансовых рынках то есть дополнительно нажиться за счет остальных вкладчиков но это никак не влияет на улучшение состояния экономики она продолжает свое падение конечно средства массовой информации представители правительства трубят о кардинальном улучшении ситуации им ведь надо что-то говорить однако для нормального человека обладающего элементарным здравым смыслом представляется крайне сомнительное такое улучшение как уменьшение темпов падения экономики что же касается эйфории на рынке ценных бумаг то пока их графики полностью соответствуют графиком классических пузырей сначала взлет затем существенное падение потом очередной краткосрочный подъем до уровня от 50 до 90 процентов от максимумов и затем новое падение на еще большую гораздо большую величину возможно правда и несколько иное развитие событий но это уже хуже такое имело место в двадцатые годы двадцатого века веймарской республики правительство начала усиленными темпами печатать деньги и население видя это бросило скупать акции чтобы хоть как-то сохранить свои сбережения финал всего этого известен и еще более печален чем при классическом пузыре рынок акций просто лопнул разорились и те кто остался в бумажных деньгах и те кто приобрел акции и у тех и у других остались совершенно никчемные бумажки правда разные но суть была одна таким образом на настоящий момент существует большая вероятность дальнейшего крайне негативного развития событий на фондовом рынке поэтому любые разговоры о его возможностях для дальнейшего пенсионного обеспечения населения представляется сознательным ведения народа в заблуждение сравнительно недавно возникло существует и хорошо себя чувствует масса контор фондов фирм и в том числе банков рекламирующих себя в качестве специалистов по управлению пенсионными накоплениями населения пока существовали твердые деньги потребностей в таких структурах не было обычный сберегательный банк был значительно надежнее и платил пять процентов реальных денег когда же деньги стали полностью бумажными такие управленцы чужими средствами начали плодиться как грибы после дождя их организаторов можно понять им же хочется хорошо жить за чужой счет если рассматривать весь этот механизм надувательства пенсионеров более подробно то можно увидеть что он практически не отличается от обычной финансовой пирамиды или американской схемы понци корректнее все-таки назвать подобный механизм изъятия денег у населения именно схемой понци поскольку в этих схемах есть некоторые отличия на которых я вкратце хотел бы и остановиться финансовая пирамида представляется всем нам довольно известным явлением попробуем заглянуть чуть глубже что это за явление и как оно функционирует пирамида представляет собой неустойчивую модель бизнеса которая предлагает использование ранее привлеченного денег для извлечения прибыли за счет привлечения все больше числа новых вкладчиков обычно в результате деятельности такой схемы никакие товары и услуги не производятся и не предоставляются наиболее распространенным итогом является банкротство данной схемы и убытки последних инвесторов зачастую банкротство наступает в результате вмешательства в деятельность таких схем правоохранительных органов пирамиды эксплуатируют такие человеческие качества как жадность и доверие успешная пирамида сочетает себе фиктивный хотя и внушающий достаточного доверия бизнес с простой для понимания но сложной для объяснения формулой зарабатывания денег в результате функционирования схемы денег под цепочки идут от вновь привлеченных инвесторов к ее организатору причем лишь руководитель и ближайшее окружение получают достаточно существенные объемы денежных средств в обычной пирамиде деньги платят с более низкого уровня пирамиды на более высокий причем каждый более высокий уровень отщипывает кусочек от собранных денег себе в проигрышном положении оказываются те кто находится в самом ее основании они приняли участие в схеме и потратили все свои деньги но не смогли сами привлечь каких-либо новых последователей в многоуровневой пирамиде обычно открыто декларируется что только новые деньги будут источником выплат дохода по начальным вложениям пирамиды значительно менее устойчивые и рушатся гораздо быстрее схем пункции поскольку требуется экспоненциального увеличения числа участников для поддержания своего существования и функционирования схемы полнции напротив могут довольно долго существовать только потому что большинство участников готова при инвестировать свои деньги при сравнительно небольшом притоке новых участников в соединенных штатах америке пирамиды обычно называют схемами пункции по имени итальянца который впервые успешно реализовал ее на американской земле в остальных странах между схемой пункции пирамидами различий не делают и этот механизм обычно носят общее название пирамида в реальности же схема пункции имеет принципиальное отличие от обычной пирамиды схема пункции хотя и опирается на те же самые жадность и доверие но в случае этой схемы все новые деньги поступают непосредственно к ее организатору для инвестирования в его какие-нибудь невероятно прибыльные предприятия затем он уже распределяет часть поступивших ему денег в качестве процентов или инвестиционного дохода организатор выступает своего рода узлом для новых участников и зачастую декларирует что высокий уровень дохода может быть обеспечен за счет использования какой-либо внутренней или инсайдерской информации обычно в схеме пункции участвуют вполне преуспевшие инвесторы о чем ярко свидетельствует в частности скандал с берни медовом хотя конечно он не идет ни в какое сравнение с аферой которую приводит в жизнь федеральный резерв и правительство соединенных штатов америки выпуская свои бумажные ноты федерального резерва и обеспечивая их не менее бумажными и такие же ничего не стоящие казначейские обязательства американского правительства хотя негосударственные пенсионные фонды как впрочем и пенсионные вклады в банках по своим намерением наверное изначально и не относились к мошеннической схеме определенные черты схемы пункции более чем отчетливо просматриваются и здесь поскольку исходящие в качестве пенсии денежные выплаты обычно получают из исходящих взносов активных участников пенсионной схемы если приток новых денежных средств будет меньше необходимых выплат то схема будет работать даже хуже чем схема пункции но не стоит отвлекаться на какие-то негосударственные пенсионные структуры поскольку при своих даже огромных размерах они существуют меньше государственных миссионных фондов и затрагивают лишь сравнительно небольшую часть населения отдельно взятой страны государственный же фонд должен по идее заботься в благосостоянии всех граждан страны поскольку продолжительность жизни людей за прошедшие со времен бисмарка период существенно выросла и потенциально подавляющее большинство населения может дожить до пенсионного возраста следовательно чисто теоретически такой фонд должен собирать пенсионные взносы вкладывать их в какие-либо инструменты которые приносят доход и таким образом приумножать перечисляемые ему каждым трудящимся финансовые средства чтобы люди впоследствии могли жить на пенсию формируемую из этих же средств и вот тут мы сталкиваемся с целой серией проблем которые превращают этот теоретический подход в чистой воды фикцию как мы понимаем на сегодняшний день реальных денег в обращении не существует а есть лишь декретные не обеспеченные ничем кроме слова правительства что это якобы деньги билеты это влечет за собой следующую проблему раз деньги бумажные то имеет место постоянная инфляция бумажные билеты стабильно обесцениваются причем темпы падения их покупательской способности выше чем те процентные ставки которые платят за их хранение на счетах в банках или вложенных в государственные бумаги следовательно те средства которые собрал пенсионный фонд даже если они есть в наличии на следующий год будут стоить уже меньше чем когда их собрали это уже не говоря про то что будет через 20 30 или 40 лет то есть накопить средства на пенсии для своих будущих пенсионеров такой пенсионный фонд не может бизнес просто классный вот давайте подумаем экономический смысл населению отдавать свои деньги в такой фонд это был вопрос кроме того фонду приходится платить по своим текущим обязательствам уже ныне существующим пенсионерам поскольку он не может с помощью процентных выплат от вложения своих денег накопить средства для своих пенсионеров фонд тратит получаемое от действующих участников схемы средств на покрытие платежей уже нынешним пенсионерам причем размеры его постепенно сокращаются в связи со старением населения и переходом все большие группы населения в категорию пенсионеров это ведет к следующей проблеме с которой может столкнуться такой фонд уменьшению численности населения народу умирает больше чем рождается причин почему это происходит может быть много и достаточно разных в этом случае меньшему числу вступивших в него участников приходится поддерживать все более растущее количество пенсионеров и это всего лишь текущие операции фонда но фонд государственный а государственные чиновники привыкли много и хорошо кушать поэтому их заработная плата и прочие выплаты из и так постоянно уменьшающихся средств фонда но ведь есть еще и расходы на помещение где они сидят оргтехнику машины ну и так далее да и количество чиновников постоянно и неуклонно растет также как и растут выплаты им откуда платят эти деньги все оттуда же вот и получается как у о генри мне очень жаль что твоя гнидая сломала ногу но боливар не вынесет двоих и вторым младшим партнером к тому же глухонемым оказывается все население страны которая отдает существенную часть своего и так небольшого заработка только за тем чтобы она разошлась по карманам государственных чиновников и поставленных пенсионных фонд накормления а да я совсем забыл тот факт что какие-то пенсии все-таки населению выплачиваются действительно какие-то крохи остаются после чиновников все остальное покрывает государство за счет печати новых бумажных билетов которые они громко называют деньгами размеры пенсии таковы что прожить только на нее обычному человеку представляется крайне проблематично именно поэтому законодательная власть то есть депутаты члены конгресса как сенаторы так и члены палаты представителей которые и так являются небедными людьми устанавливают себе особые существенно отличающихся в большую сторону размеры пенсии и все это как вы прекрасно понимаете делается исключительно в интересах всего народа а также победившей демократии исходя из всего сказанного возникает несколько вопросов во первых кто кроме самого заинтересованного человека может лучше него распорядиться заработанными им средствами во вторых нужна ли обычному трудящемуся человеку такая схема которой он ничего не может сохранить на свою старость а вынужден зависит от жалких подачек государства в третьих имеет ли смысл этому же трудящемуся человеку перечислять в государственный пенсионный фонд хотя бы ломанный грош который будет потрачен чиновниками на самих себя либо его банально украдут четвертых нужны ли ему бумажные билеты которые гордо именуются правительством деньгами которые не обеспечены ничем ничего не стоят и имеют никакой внутренней стоимости и в пятых нужно ли ему такое правительство которое реализует такую демократию в действии или может быть все-таки лучше народу вернуть себе право самому поступать заработанными им деньгами так как он сам считает правильно и так друзья все что я сейчас вам рассказал я рассказал на примере соединенных штатов америки на примере европы чтобы вы поняли тот факт то что сейчас происходит у нас в россии вы задумайтесь вообще что у нас происходит и будет ли у нас пенсия вообще тот рост рекламы фондовых рынков вкладывайте свои деньги все остальное да но я не говорю что на фондовом рынке нельзя заработать я сам инвестирую я зарабатываю можно но для того чтобы зарабатывать на фондовом рынке нужно понимать эти инструменты понимать как она работает не каждый сможет прийти на фондовый рынок вложить там пять тысяч рублей и получить басло словную прибыль не это монотонная работа которая надо делать каждый день в общем друзья выводы делайте сами как говорит пивоваров спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета ну вдруг кому-то будет интересно оставляйте комментарии ставьте лайки подпишитесь на канал кто еще не подписан впереди много интересного а я вам говорю до новых встреч на канале вселенной обиде холор всем пока а Продолжение следует...